Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Нет, нужен, конечно. Очень нужен. Зачем? Они такие образованные. Да, они в телефонах все сидят. Все буквально в телефонах сидят. Без телефонов никуда, ни шагу не делают. Только все в телефоне. Так что поводырь для комсомола нужен. Да, я не знаю. Я, в принципе, самостоятельная. Я не очень представляю, как какая-то организация будет собирать молодежь где-то и что-то предлагать им делать. Вы ни в какой не состоите, просто стоим по себе. Да, просто стоим по себе. Но важно объединяться или просто каждый сам по себе и все? Ну, для каждого свое. То есть для кого-то это важно, для кого-то нет. А лично для вас? Нет. Молодежи очень нужна организация. Какая, например? Привет. Нужно, чтобы они к Богу обратились. Ну, нужна организация или сами по себе как-то интереснее? Че? Ну, нужна, наверное. А зачем? Не знаю. Комсомольцы не были? Были. Как считаете, вот молодежи нужна сейчас? Давайте к нам тоже. Молодежи нужна, пенсионер-организация, типа комсомола, или они сами по себе? Вообще-то должна быть. А зачем? Они говорят, нам свободно нужна. Кому-то надо, кому-то не надо. А зачем нужна? Какую функцию выполнять? Хотя бы, чтобы по городу не стали, и не пили, не курили, и хотя бы чем-то были заняты. Я сама прошла от Азов до, так скажем, 27 лет, закончилась комсомол еще в советское время. Ну, где-то были плюсы и минусы, как везде, мне кажется. Ну, а для молодежи сейчас, может быть, что-то и надо такое, чтобы как-то объединить их, помочь им, то есть, сорганизоваться в жизни. Потому что родителям не всегда они успевают. Родители сейчас все, то есть, докормить, обуть, одеть. И уже на воспитание детей, как бы, особо нет. Все ложится на школы, вот такие, как наша спортивная школа, то есть, воспитание детей занимаемся мы. Поэтому, может быть, и надо что-то такое, какое-то движение молодежное, чтобы было. Что такое комсомол? Сегодня день комсомолы, между прочим. Комсомолы? Вообще-то, помню, что связано с СССР, комсомолы. Прикольно, потому что можно какие-то рамки поставить, можно именно, ну, как сказать. То есть, как-то направить молодежь, да, чтобы в развитие. Да, направить на правильную путь, так сказать. Сейчас уже, как сказать, много, что появилось такого, скажем так, вредного и для ума, и для здоровья, так скажем. Те же самые, вот, ну, как мне не сильно нравятся, именно матюжные, те же самые, наверное, какие-то песни. То же самое, Рогишсен Мам, такой пример. Господи, я наше мнение. Но мне очень не нравится, потому что, ну, это как-то слишком, ну, ненормально. Сейчас все в этих телефонах зависли, все они идут, ничего не замечают, в наушниках все это. Они забыли, они тупо сядут в телефонах, они отключили интернет и все, они не знают, что делать. Ты капец вообще. Конечно, помню, были членами комсомольской организации. Я считаю, что обязательно нужно. Как зачем? Ну, идея, это же всегда хорошо, а когда хорошая идея, это еще лучше. То, что это мотивирует заниматься чем-то хорошим, целенаправленно куда-то идти вообще, к чему-то вообще. Цель, конечно, разная бывает, но никогда никакие организации, мне кажется, плохие цели не преследуют вообще. Я только за, я за все организованные вещи. Для нас это вообще наша молодость и это самое лучшее время, пожалуй, когда всего хотелось, стремились и были идеалы вообще, прежде всего. Это же идеалы, хорошего идеала. Ну, это в Советском Союзе была какая-то организация. Да, нужно. Зачем? Чтобы они могли как-то свои мысли выражать куда-то, чем они никуда не могут их выразить. Только в школе, через учителей, которым все равно на политическую обстановку в стране. В Вангороде молодежный совет. Он не может ни на что не повлиять, не сделать что-то хорошее. У него ограничение каких-то свобод, действий и еще чего-то. Если делать какую-то партию, ее нужно регистрировать через государство, чтобы это государство могло подбирать персонал из молодых людей. Даже не так просто персонал уборщиков набрать, а людей, кто ответственно подходит, у кого есть гражданская позиция и те, кто понимает, что творится в обществе. Продолжение следует...